Всё вот, всё вообще, в доме ничего там. Была такая температура, видимо, поплавилась. Всё вот, взять вчера был. Можно к окну подойти, посмотрите. Там даже не осталось денег, как ничего, ничего не было. Ой, мамочка. Ой, пустяк. Здесь ещё три дня назад стоял дом. Его Нина Липатникова должна была получить по наследству от мужа. Муж умер полгода назад, а в дом в понедельник вечером попал снаряд. Гараж тоже сгорел. В нём, когда раздались взрывы, зять Нина Ивановна чинил сына велосипед. После первого хлопка семья поняла, это не работы в соседнем карьере. После второго взрыва сели в машину и уехали в Назарово. И на переезде нас догнал такой взрыв, нашу машину подкинула, подбросила. И вот говорят, что это было уже в наш дом при летании. В понедельник в 17 часов, когда случился пожар в воинской части и стали взрываться снаряды, большинство жителей Каменки были дома. Похватав документы, люди спешно уезжали на машинах или бежали через лес. Снаряды и осколки повредили много домов в Каменке, но шесть выгорели полностью. Дом в том году поставили новый с мужа. Сами. Жалко. Александр и Людмила Раевы вместе с 8-летним сыном накануне вернулись к пепелищу. У них был дом, гараж и баня. Семья держала кур, гусей и коз. Сейчас на участке лишь две печки и обломки. Вот это все наше, вот это все, с хозяйством включая, сгорело за 40 минут. Не было ни одной пожарки. Вообще ни одной. Их просто не пустили. Их не пустили к гаишнике. Мужики остались. Подворья, которые сильнее всего пострадали от пожара и взрыва, сегодня осматривает оценочная комиссия. Поэтому те, чьи дома разрушены, тоже приехали в Каменку. Для остальных деревня закрыта. Пропускают только военный городок. И только по прописке. А в Каменке второй день работают саперы. Снарядов в радиусе 15 километров от воинской части еще немало. Некоторые лежат на дорогах. Большинство боеприпасов без взрывателя. Но угроза, что какие-то могут детонировать, все же есть. Вот они прямо. Две где-то бегают, они спаслись. Вот две курочки с петухом прямо вот. У Калмыковых тоже сгорело все. От 70 кроликов, которые разводила семья, не осталось ничего. Татьяна и Юрий работают в военной части. Во время взрыва Татьяна была на работе и эвакуировала солдат. Паники, говорит, не было. Вы знаете, в то время я не думала, что там начиналось и как. Я просто увидела огонь, и мне нужно было просто эвакуировать солдат. Все. Жизни были дороже. А я не задумывалась о том, что там и кого там. Их нужно было просто вывезти. Быстро эвакуировали? Да. Очень быстро. Солдаты очень хорошо слушались, все команды. Очень хорошо. И без слов. Выехали очень быстро. У Татьяны и Юрия есть еще квартира в военном городке. Но сам городок пострадал не меньше. Это один из пятиэтажных домов в военном городке. И чтобы вы понимали, какой силы была ударная волна, достаточно посмотреть на эту дверь на первом этаже. Сотрудники военной полиции развешивают на домах объявления с телефоном, на которые нужно звонить, если кто-то нашел снаряд. Буквально каждые 10 минут воинской части слышны хлопки. Весь день территорию заливает Ил-76. Солдаты приводят городок в порядок, меняют стекла в домах, прибирают улицу и стригут газоны. Люди уверены, что завтра воинскую часть под Каменкой посетит министр обороны Сергей Шойгу. Евгений Шиповский, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.